Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Ну мы вот постоянно говорим о том, надо бороться коррупцию, надо так-так-так. А не получается, видимо? Или всё-таки число выявленных случаев, оно говорит о том, что правоохранительная система работает? Вы знаете, коррупция – это вечная тема, которую приходится комментировать даже чаще, чем курс валют. Да. К сожалению. Кстати, ну ладно, давайте про курс валют когда-нибудь потом. А вот я хотел просто чуть-чуть дополнить вашу статистику, да, с вашего разрешения. Давайте, конечно. Дело в том, что дел было возбуждено 18,5 тысяч. Реально, 8 тысяч дел дошло до того, что людей осудили, осудили 9 тысяч человек из них. 40% оштрафовали, 35% получили условные сроки, а 18% реально посадили в тюрьму, причём только у тысячи с небольшим конфисковали имущество. И всего этого имущества, а, нет, вру, общий объём сделок – 10 миллиардов рублей. Звучит потрясающе, но, если я не ошибаюсь, когда-то один полковник у себя дома держал примерно такую же сумму. 9 миллиардов рублей там было, да, по последним данным. Ну вот чуть-чуть туда, миллиардик туда, миллиардик сюда. Если о причинах, понимаете, в чём дело? Если есть рыночная экономика, в этой рыночной экономике есть государство, то коррупция будет всегда. Поскольку человек живёт ради того, чтобы иметь больше денег. Иметь больше денег – это значит иметь больше денег, желательно, не нарушая уголовного кодекса, но именно желательно. Это миф, что если есть рынок, то нет воровства, грабежа, убийств, коррупции и всего остального. Но в Советском Союзе, как мне представляется, тоже всё-таки справедливость ради коррупции была. Была. Какой-нибудь японский зон, цикл за запись, детский сад, ну что-нибудь такое. Понимаете, но я не думаю, что там могли, ну даже если перекинуть с тех денег на эти деньги, несколько миллионов рублей найти сумки у полковника КГБ. Безусловно, в этом отношении всё-таки ситуация поменялась. Причём, понимаете, чем дело, мы всё время сравниваем с СССР. СССР не самый идеальный вариант. Просто так получилось, что у нас либо СССР, либо вот эта система. Просто дело в том, что и рыночная экономика, я бы сказал, всё-таки жёстче, капитализм бывает разный. Есть та, где чиновник, бизнесмен и так далее находятся под контролем общества, причём включая бизнесмена. Вот скандинавская система, там министр финансов, Норвегия, одна из богатейших стран мира. Нефть, всё, что хотите. Министр финансов получает в два раза больше, чем учитель. После того, как у него взяли налоги. Ездит на машине среди всех нормальных людей. В Швеции президент ходил в кино, правда, плохо кончилось, Белдного ульфа, Пальме застрелили, да, но тем не менее. Все остальные тоже ходят. Я встречался с мэром Готеборга. Человек ходит пешком на работу, да. Бюджет у него, наверное, побольше, чем у губернаторов российских регионов. Это, скажем так, вот здесь, просто забегая вперёд, не подмена, некое понятие. Да, я хожу пешком в качестве как бы имиджа своего такого, создаю свой имидж. Но на самом деле, если покопаться... А вот на самом деле, там если покопаться, никуда не закопаешься, потому что ты прозрачен. Понятно. А если закопаешься, то, ну, просто тебя уважать не будут. Понимаете, немножко другая атмосфера. Там можно быть богатым, но это не самое главное твоё достоинство. А у нас, даже если ты в школе или в университете не имеешь приличного автомобиля, она тебя смотрит с удивлением. Ну, что это за профессор, если у него джипа нет? У вас есть? У меня ни одной машины нет, вообще никакой. Понимаете, Катя, даже задачи нет. Как же на вас смотрят? Меня, надеюсь, всё-таки уважают за то, что я профессор, да. Катя, вы меня на радио приглашаете не потому, что я приезжаю на крутом джипе. Конечно. Вот. А когда человек уважает за то, что у него крутой джип или спортивная машина, тогда государственный чиновник будет неуважаемым человеком, если у него нет джипа, и он будет стремиться взять взятку. Потому что заплатить государственному чиновнику столько, сколько получает миллиардер, нельзя. В принципе, у него другая функция. Он другой человек должен быть. Так. Понимаете, должны быть люди в стране, которые работают за нормальную зарплату, вот как норвежский министр финансов. Он на руки получает 8 тысяч евро. Ну, немало. Ну, не безумные деньги, понимаете, эти 8 тысяч евро. У них учитель получает 3-4. Ну, опять же, это такая система возможна, потому что её, я не знаю, выстраивали десятилетиями, веками, и люди другие, что ли. Потому что за неё, не веками, за неё боролись, и активно боролись, профсоюзы боролись, коммунисты боролись, социалисты боролись, зелёные боролись, местное самоуправление. И это происходило, на самом деле, несколько десятилетий. Эта система в меньшей степени, но есть в ФРГ, эта система в меньшей степени, нет, наверное, в такой же степени, как в Скандинавии, есть в Австрии. В этой системе, если ты богатый, у тебя берут 50% налога. Если вот, я рассказывал как-то радиослушателям, мы уже больше месяца назад, девочка 18-летняя выпила 2 бокала вина вместо одного, а наследница миллиарда евро разогналась до скорости 120 км в час, её остановили, посадили на 2 недели наследницу миллиардера в евро, сто миллиардов рублей было бы у человека в России. Отняли на год права. А у нас на Геленвагинах гоняют, и папа журит за то, что не первый пришёл в гонки. Но Григорий из СПБ справедливо замечает, но вы же видели на карте Скандинавия, в смысле, какое она, сколько она месту занимает? Слушайте, давайте в одной Москве сделаем такое. Пилотный проект. Город свободный от коррупции, зона свободная от коррупции. Город, в котором чиновник должен ходить пешочком на работу, жить, может быть, недалеко, в километре. Пусть получит хорошую двухкомнатную квартиру, недалеко от мэрии, скажем. И ходит пешочком на работу мэр Москвы или кто-нибудь ещё. Ну ладно, давайте не будем. Хорошо, пусть хотя бы в каком-нибудь другом городе, если не в Москве. Где-нибудь. Где-нибудь, да, в Казани, которая на втором месте находится после Москвы. Да, но здесь другой момент. Татарстан, да, республика в целом. Смотрите, вы же знакомы с трудами Симона Кордонского? Симон Кордонский, это прекрасно. А чем он, на ваш взгляд, опровергает Александра Бузгалина? Нет, я не говорю про опровергает. Я же как раз подбрасываю вам ещё в топку дровишек. Он говорит, мы говорим, борьба с коррупцией, но в рамках нашей социальной структуры коррупции нет. Есть разные формы распределения, перераспределения ресурсов. Понимаете, вообще говоря, всё есть распределение, перераспределение ресурсов. В средние века благородный джентльмен вызывал другого благородного джентльмена на дуэль. Кать убивал и получал его ресурс. Очень благородно, да, Кать, совершенно прекрасно. Прекрасная дама при этом была иногда реальной причиной, во многих случаях просто поводом, чтобы ограбить соседа. Это было благородно и замечательно. Крестоносцы отправлялись в поход на неверных, грабили, вообще говоря. Потом неверные отправлялись в поход на... То есть, наоборот, мусульмане отправлялись в поход на неверных, грабили. Вот это было распределение ресурсов. Сейчас все фильмы «Отпятые мошенники» про что? Про то, как обманывают перераспределение ресурсов. Агата Кристи, замечательные детективы. Брат убил сестру, сестра убила брата, дети убили папу, может быть, маму, муж жену, жена мужа. Что это такое? Но вы только что, да, приводили в пример. Это перераспределение ресурсов. Понимаете? Коррупция – часть системы. И если мы хотим, чтобы был честный, порядочный, красивый рынок, он должен быть прозрачным. И прозрачным должен быть бизнес. Когда каждый акционер, а это сотни тысяч человек, знает, сколько денег пошло на прием топ-менеджера для того, чтобы составить пиар-компанию корпораций. Сколько он потратил на учебу своей секретарши на Багамских островах, какой у него самолет и зачем ему нужен личный самолет этому топ-менеджеру и так далее и тому подобное. Потому что это все списывается на издержки корпораций. Это все то, что не достается акционерам. Это просто обман частных собственников. Может быть, это поколенческая история, как вы считаете? Ну, как бы смена поколений должна произойти. Нет, вы извините. У нас это поколение появилось совсем недавно. До этого было другое поколение. В советские времена вы сказали, да, врачу приносили коробку конфет, если ее доставали где-нибудь, или цветочек. На 8 марта учителю дарили букет гладиолусов из своего сада. Нет, как раз букет гладиолусов, мне кажется, это тоже подмена понятий. Есть разница между отблагодарить и подарить что-то или заплатить что-то мимо кассы, чтобы тебе оказали услугу. Это же тоже тонкость. Это тонкости, есть соответствующие законодательные правила, где букет цветов, а где взятка. Понимаете, кстати, вот здесь данные, о которых мы мельком упомянули с вами, что самые коррумпированные люди в нашей стране, это учителя, оказывается, да, профессора в том числе, и полицейские. Потому что они получают маленькие взятки. И вот этих дел очень много, на самом деле, их легко раскрывать. А вот когда по-настоящему ведь взятку государственному чиновнику или инсайдеру в корпорации дают по-другому, ему не приносят ничего в конвертике. Понятно. Да. Хотя, скажем, ребенка устраивают, помогают получить стипендию для того, чтобы учиться в каком-нибудь шикарном университете или колледже за границей. Он выигрывает какой-нибудь тур бесплатный, или не он, а кто-нибудь из его родственников. Ну и так далее. У нас у всех министров, жены имеют, ну почти у всех, доходы примерно в 10 раз больше, чем министры. Почему даже, вот извините, только одно слово. Рынок говорит, что деньги, это мерило твоего таланта, успеха, даже не успеха, таланта, твоих способностей, твоей предпринимательской активности. Вот у нас жены министров все в 10 раз активнее, талантливее и успешнее, чем их мужья министров. Вчера в честь этого праздника был, что вы, что вы, Клара и Роза не зря старались. Я вам гарантирую, что если бы к этим министрам была дама, то ее муж был бы в 10 раз активнее. Но это же допустимо, видите, как, значит, это проблема с чего? Проблема, вот в целом, как вы видите причину закоррумпированности и коррумпированности российского государства? Причина фундаментальная следующая. Это примитивная, отсталая модель капитализма. В прогрессивной модели капитализма коррупция есть, но ее меньше. Чтобы ее не было, нужны другие люди и другой строй. А, все-таки другие люди, значит, это смена поколений какая-то. Нет, понимаете, надо создать другие отношения, чтобы были другие люди. Вот я, это другая тема, давайте у вас все-таки, чтобы не было коррупции. Если у нас много пережитков феодализма, клановости, насилия, нет сильного гражданского общества, нет контроля за бизнесом, нет контроля за государством, нет открытости действия и так далее. В этом случае капитализм будет варварский, грубой, с коррупцией, с насилием, с воровством, убийствами и так далее. Вы говорите, да, я прошу прощения, вы говорите про контроль, но вы не находите, что люди, которые готовы были бы контролировать, они готовы были бы контролировать, чтобы как раз получать свою часть ренты, будем говорить так. А они получат свою часть ренты, потому что если не будет коррупции, то люди будут получать изрядное количество благ через действительно качественного бесплатного врача, хорошего учителя, честного полицейского и так далее. Они получат гораздо больше, чем если они дадут маленькую денежку конкретному деятелю, понимаете, в чем дело. Я один маленький пример приведу. Еще из 90-х годов. Австрия одна из стран, где относительно меньше коррупционных сделок и больше социальных моментов. Группа советских туристов, которой оказался представлен, так сказать, в качестве дополнения, предлагает переводчице. Говорит, давайте мы вам наличными заплатим, вместо того, чтобы платить турагентство, вам не надо платить 40% налог, ну, 35% налог. Она говорит, нет, я не могу. Говорит, почему, вы боитесь, мы никому не скажем. Да нет, говорит, я не боюсь, просто у меня ребенок учится бесплатно в школе. У меня хорошая страховка, говорит, я не могу обманывать свое государство. А сейчас есть такие же люди? Есть, но там их 90%, у нас 10%. А как посчитали? Условно. Я предлагаю голосование запустить, потому что, ну, мое убеждение, честно говоря, что многое начинается с бытовой коррупции. То есть есть разница в восприятии людей. Вот полковник Захарченко с его 9 миллиардами, это очень плохо. А дать взятку врачу, думая, что как будто к тебе будет какое-то другое отношение, это как будто бы другое. Но мне так кажется, что проблема еще с бытовой коррупцией. Давайте голосование проведем. Участвовали ли люди вообще в коррупционных схемах, каких бы то ни было? Взятка сотруднику ГИБДД, врачу, я не знаю, кому там, представителю школы, как угодно. 134-21-35, да, вы участвовали в подобных схемах. Вы давали взятку или вам давали взятку? 134-21-35. 134-21-36, вы вообще чисты перед законом и перед собственной совестью? 134-21-36. Итак, вы давали взятку или получали взятку? 134-21-35. Вы вообще в подобных схемах не участвовали? 134-21-36. Голосование пошло. Так, несколько звонков примем, у нас линия вся обрывается. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Андрей Москва. Да, Андрей, слушай. Мое мнение, что коррупция всегда-всегда была, есть и будет. И вот там личная оценка, я целиком и полностью за. За что? За коррупцию? За коррупцию. Почему? Конечно. Ну, смотрите, допустим, необходимо какое-либо принятие решения. Очередь принятия решения условно неделя. Вот если я, окрумпировав в тех или иных ЛБРах, принимающих решения, решу этот вопрос за день, я прекрасно понимаю, что я получу больше доходности. Спасибо. Да, Андрей. Нежели те инвестиции, которые в них нужны. Да, но как представляется, есть большая разница. Помните очереди в АВИР? В 5 утра. А сейчас все это можно делать через МФЦ. И никаких взяток вообще. Да, это во-первых, а во-вторых, если вы получите быстрее, то кто-то не получит вообще. И главная проблема коррупции. Ведь то, что вы говорите, это пустяк. Обычно как? Государство выделяет, скажем, 10 миллиардов рублей на строительство социального объекта, скажем, больницы. Вы даете взятку в миллиард, и государство выделяет вам эти 10 миллиардов, а вы реально строите на 5 миллиардов. Люди теряют 5 миллиардов. Вы получаете миллиард в карман. Ну, то есть, вы получаете 4 миллиарда в карман, чиновник получает миллиард в карман. А люди теряют половину того, что они могли бы получить. Это происходит очень часто в строительстве. Я привел достаточно грубый пример. Можно не давать миллиард в карман государственному чиновнику, можно отправить его ребенка учиться или его семью отдыхать, дом подарить и так далее. И еще один вариант гораздо более страшный, на самом деле. Когда принимаются просто опасные решения, деньги направляются не туда, куда нужно людям, а туда, куда выгодно бизнесменам. И последний, маленький постскриптум. Взятки ведь существуют и в корпорациях. Я не случайно сказал, когда вы даете инсайдеру, топ-менеджеру взятку, он при этом выигрывает гораздо больше, чем он проигрывает, потеряв немножко на акциях. А 100 тысяч акционеров теряют большие деньги, а миллионы рабочих теряют еще больше. Поэтому вы, на самом деле, когда даете взятку кому-то, вы обворовываете людей, причем на большую сумму, гораздо большую, чем вы дали взятку. Но если допустить, например, убрать слово «запрещено», давать, например, деньги в конверт, или вообще возвести коррупцию в закон и тем самым создать институт лоббизма, это не одно и то же. Вы знаете, получится то, что у нас было в 90-е, и то, что было на заре капитализма в Соединенных Штатах Америки. Вот вестерные люди любят смотреть. Самый хороший вариант коррупции какой? Взял Смит и Вессон и в лоб, значит, выпустил обойму, да, там, или сколько там было патронов, я не помню. Это не гуманно. Это не гуманно. А отнять 5 миллиардов рублей у тех, кто должен лечиться, это гуманно. Это убить еще большее количество людей. А вот Владимир говорит, нужно разграничить взятку и благодарность после услуги. Это то же самое, на самом деле, потому что в любом случае вы заставляете государственного чиновника или топ-менеджера корпорации сделать то, что невыгодно большинству. И выгодно вам, и выгодно этому топ-менеджеру, или этому министру, или этому конкретному лицу. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Александр, хотел бы вот несколько тезисов, если позволите. Давайте. Первое. Ну, работаю аудитором в одной из госкорпораций. И уже давно работаю, несколько десятков, пожалуй, лет, да, ну, то есть за десяток точно. Вот я вам что могу сказать следующее. Первое. Сама ментальность народа вообще в целом, вкупе, да, от малого до среднего ей, большого бизнеса, она такая, что что-то ждут. Без взятки никуда, да, 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 точно совершенно. Да, это однозначно. Вот это самая большая проблема. Второе. Вот господин приглашенный специалист, он упомянул, что в госкорпорации и так далее, в госкорпорации очень жесткая позиция по отношению к взяточничеству, и любое, даже приглашение на обед, рассматривается уже как потенциальный риск взяточничества. И третий тезис, который тоже хотел бы вам, может быть, для обсуждения, очень важный сказать, что древовидный пион или просто пион. Если человек увлекается, который берет эту взятку, увлекается собирать тампиона, допустим, это уже взятка, потому что здесь не важна ценность в денежном эквиваленте, а важно значение, и как это значение меняет объективное отношение, понимаете, объективное. Может быть, марка за, ну не знаю, там, за 20 рублей для коллекционера очень ценно. Вот, кстати, интересно, да. Спасибо большое. Его мнение уже изменится в отношении чего-то. Благодарю вас, спасибо. Большое спасибо. Вы подчеркнули очень важный аспект. Проблема взятки не столько в том, что сколько-то денег получил чиновник или топ-менеджер корпорации, проблема в том, что он принял решение, которое идет во вред людям, идет на пользу тому, кто подарил марку или подарил пион. В этом проблема, понимаете, ведь взятку дают в подавляющем большинстве случаев за то, чтобы сделали то, что идет во вред. Выдали диплом, да, выдали диплом врача тому, кто не умеет оперировать. Знаете, был хороший анекдот. Человек лежит, ему наркоз должны ставить, подходит хирург, говорит, слушайте, где-то я вас видел, ваше лицо. Говорит, ну как же, вы мне продали диплом хирурга недавно в подземном переходе, да. Вот это смешно, но это трагедия, в этом проблема. И насчет менталитета. Общественные отношения меняют менталитет очень быстро. В 60-е годы Советский Союз, ну, десятки миллионов человек хотели быть космонавтами, а бухгалтер было, извините, не самой уважаемой профессией. Сегодня все совершенно наоборот. В технике идут идиоты и лузеры. Я так не считаю, я уважаю глубоко людей, которые занимаются прекрасным техническим творчеством. А в педагоге, в сельскую школу, вообще уже просто совершенно последние люди. Хотя это самый великий труд, на самом деле. Вот наш слушатель как раз поднял тезис, произнес по поводу того, что люди считают, что как будто без этого никуда. А ведь это правда заложено в менталитете. Ну, то есть вы говорите, что взятку дают, чтобы другим было плохо. Нет, взятку дают, например, врачам в надежде, что как будто бы к тебе будет какое-то совершенно иное отношение. Но это глубокое заблуждение. Я лично дважды проверяла. В роддоме была по ОМС и еще там операцию мне делали тоже по ОМС. Вообще ни копейки никому. Я тоже лечился и преподаю всю жизнь без всякой копейки кому-либо и мне, соответственно, голосую сразу. Но дело не в этом. Дело в том, что, я еще раз говорю, проблема в том, что если вы просто так дали маленький цветочек, это одно. Если вы дали взятку, чтобы с вами просидели 20 минут, то с кем-то просидят 5 вместо 15. Понимаете? В этом проблема. Итоги голосования. 69%, смотрите, были замешаны в коррупции. 69% либо давали, либо брали. И 31% сказали, что они чисты. Две трети на треть. А вот если бы мы это провели 50 лет назад, я думаю, было бы совсем наоборот. Общество меняет поведение человека. Поэтому если мы изменим общество, и взятки будут давать меньше. Я предлагаю после информационного выпуска блиться по вопросам, потому что их много насыпалось. Очень много сообщений насыпалось. Сейчас, секунду. Так, как вы измените общество? Из плохих людей сразу делаете всех хорошими? Даже в СССР это не удалось. Ну, во-первых, не сразу, а постепенно. Во-вторых, в СССР гораздо больше удалось. И в-третьих, СССР это не самое лучшее, я еще раз говорю, что можно было сделать. На протяжении нескольких десятилетий люди меняются. Я хорошо помню, как в нашей среде дать 10 рублей до получки и потребовать расписку было самым постыдным, что можно только придумать взаймы. А сейчас люди боятся дать 3 рубля без расписки даже ближайшим товарищам. Что правильно, кстати? Нет, что неправильно. Почему? Ну, потому что я своими друзьями спокойно даю, беру в долг деньги, что-то мы дарим друг другу. Самые ужасные склоки среди близких происходят на протяжении, кстати. Вы знаете, вот ни разу не было. Константин Нарлы, я как гастарбайтер регулярно даю на лапу. Ситуация такая, даже если документы все в порядке, все равно дай просто, чтобы в обезьяннике не сидеть. А это, между прочим, часть российского феодального капитализма, когда у нас появились люди, являющиеся полукрепостными. Вот большинство из тех, кто является иммигрантами, находятся в положении полукрепостных. Это трагедия и преступление, которое можно и должно преодолеть, но для этого, я еще раз говорю, нужна другая система. Без сильного местного самоуправления у нас никогда дворник не будет человеком. Когда у нас... Вот извините, в СССР мы сами студентами убирали свои университеты. Мы сами убирали свою школу. У нас не было клининговых компаний. И не было женщин из Средней Азии, через которых сегодня студенты переступают как через поломоечные машины. Не люди, даже не рабы, а так, нечто неодушевленное. Вот, пожалуйста, решается проблема. Так, в наше время взятка может помочь, в том числе и для лучшего для людей. Для лучшего для людей может, да. Для лучшего для людей, да. Такое бывает, на самом деле, Владимир, вы абсолютно правы, когда для того, чтобы решить проблему в пользу людей, приходится давать взятку. Но это трагедия, да, нашей ситуации. Плата за курсы в университете, за которые дают плюс три балла к ЕГЭ, если ты поступаешь в этот вуз, считается коррупцией? Вы знаете, думаю, что нет, хотя я стараюсь держаться как можно дальше отступительных экзаменов, поскольку это действительно очень такая тяжелая. Я никогда в этом не принимал участие вообще, совсем. Подождите, а вроде бы ЕГЭ совсем все прозрачно стало. Нет, что ли? Нас обманывают? Я не знаю насчет ЕГЭ, должен честно сказать. Я еще раз говорю, никогда не репетировал и никогда не участвовал в приемной комиссии для поступления в какой-либо университет. Еще один звонок, и потом про тюрьму, которой снова грозят депутаты Государственной Думы. Поговорим. Алло, здрасте. Алло, добрый день всем. Александр, я Владимир Подмосков. Александр Владимирович, а вот я стараюсь быть оптимистом все-таки, и я вижу эту коррупцию везде-везде, конечно. Но что все-таки истинная основа лицо России, здоровая именно основа, а что временно, вот эта вот глыба гигантская, гнилая глыба коррупции или все-таки наше здоровое начало? Спасибо большое. Вы знаете, здоровое начало нашей страны – это люди, которые честно работают, которые считают, что помощь товарищу или стране важнее, чем личная нажива. А вот все те, кто хочет любой ценой получить миллион, миллиард и так далее, это как раз пена. Это мое такое жесткое мнение, как человек с марксистскими взглядами. Вот, мне кажется, 448-го у него там миллиард какой-то лишний затесался в рублях, потому что он на протяжении получаса крупным капслоком пишет «Валюта, валюта, курс, 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 обзор, обзор». Коротко скажете? Скажу. Если бы хоть один профессор знал, каким будет курс валюты, он был бы миллиардером, потому что он бы регулярно это угадывал, советовал своему коллеге, брал за консультацию процент. Ни один так не обогатился. Курс валют знают только те, кто сидит и получает косвенные взятки на этом в очень больших верхах, и то только отчасти. Знаете, это как хозяин казино, который всегда выигрывает, а все остальные всегда проигрывают. Но, Александр Бузгаль, у нас не волк с Уолл-стрит, поэтому курсы не может давать никакие. Нет, я еще раз говорю, можно угадать, но это будет либо случайно, либо с очень небольшой вероятностью. Смотрите, депутаты Государственной Думы от «Единой России» Анатолий Выборный разработал законопроект, предусматривающий уголовное наказание для тех, кто, внимание, провоцирует рост цен на продукты с помощью недостоверной информации. Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов – мясо, рыбы, яйца, сахара, масла и так далее и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка – распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита. В итоге изменения предлагаются в статье УК о манипулировании рынком, дополнить ее частью о публичном распространении заведомо ложной информации. Так, штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы до трех лет, юрлица до 800 тысяч рублей штрафа. То есть фейки провоцируют рост цен? Ну, вы знаете, тут причины, конечно, роста цен не в фейках, а в том, что у нас сети обладают возможностью манипулировать потребителем, в том числе повышать цены, в каких-то случаях наоборот, создавать ажиотажный спрос за счет временного снижения цен, потом их повышение. Игра на ценах крупных корпораций – это целая наука. Этим занимается маркетинг, этим занимается пиар, даже этим занимается любая реклама. Кстати, насчет фейков. Любая реклама – это фейк. Когда вам поют, праздник там приходит, праздник там приходит, от того, что вы выпили раствор ортофосфорной кислоты с сожженным сахаром, да? Это что, не фейк? Это не обман? Ну, кому-то, может, становится от этого хорошо, кто же знает. Вот, да. Вы мягко сказали, чтобы не подрывать рекламодателя, не обижать их. На самом деле, любая реклама призвана внушить, что, потребив ваш товар, вы станете счастливым. Поэтому, опять, на самом деле, видимо, речь идет о том, чтобы в массовом масштабе, в каких-то средствах массовой информации не распространять слухи, которые вызывают ажиотажный спрос. Ажиотажный спрос в рыночной экономике должен вести и может вести к росту цен. Но это очень искусственная и бессмысленная конструкция. А вот проблема манипулирования рынком – это очень серьезная проблема. Но любое государственное регулирование в условиях, когда есть крупные корпорации, крупные торговые сети, которые стоят между производителем и потребителем, ну, понимаете, это стрижка сорняков. Ну, или аспирин во время воспаления легких. Ну, это просто, честно говоря, странная история, потому что вот сколько новостей у нас было. Значит, там, производители курятины заявили, что у них нет, могут повыситься цены, потому что у них нет инкубационных яиц и так далее и тому подобное. Люди, что сразу кинули… Допустим, люди кинулись покупать курятину впрок, допустим, забивать ей морозильные камеры. И что? И таким образом люди, которые заявили, что нам не хватает инкубационных яиц, поэтому, возможно, повысятся цены, а об этом, кстати, не только эти производители говорили, и овощеводы уже прошлись, поэтому и мясопроизводители, и что, их всех сразу с копом сажать в тюрьму? Так что ли? Нет, это совершенно, извините, уважаемый или неуважаемый, в общем, какой-то там… Анатолий Выборный, депутат Госдумы. Да, депутат Госдумы. Это, безусловно, совершенно неразумные предложения. Проблема в другом. Проблема в том, что на базовые продукты питания необходима система регулирования цен. Причем не пожарная, когда цены начали расти, с задним числом начинают их останавливать, снижать, хотя снижают редко. Как правило, в лучшем случае замораживают. Проблема в том, что можно и должно создать, даже в рамках рыночной экономики, систему регулирования цен. Существует система регулирования цен и установления цен на определенные товары. В европейских странах цены на общественный транспорт устанавливаются государством, ничего страшного. Даже цены на такси устанавливаются государством, муниципалитетом, как правило. Так у нас тоже. Потом на инфляцию повышаются на 2 рубля в год. Я про такси в данном случае, у нас не так, да? Продукты питания базовые во многих странах социал-демократической моделью капитализма государство устанавливает в предельные цены. Кстати, один из парадоксов. Ну, той же Австрии, где мне доводилось бывать, читать лекции и так далее. Цены в магазинах такие же, как в России. Даже не в Москве, а в России. Сейхозпроизводитель живет в разы, наверное, в десяток раз богаче, чем российские крестьяне. Почему? Нет монополизации рынка, я думаю. Нет монополизации рынка. Выше производительность труда. Государство фиксирует цены, обеспечивая возможность производителю покрывать издержки. Существуют потребительские кооперативы. От Швеции главный потребительский кооператив Consume. Это огромная сеть супермаркетов. Потребителям не нужна прибыль. В отличие от торгового капиталиста. Потребители создают супермаркет, и там товары продаются по себестоимости. Потому что им главное – покупить качественный, дешевый товар, а не получить прибыль. Вот примеры. Я все время рассказываю, чем больше социализация, кооперативы, общественный контроль, права местного самоуправления, профсоюзы. Для этого нужны левые партии. Чем больше этого, тем лучше для людей, тем меньше коррупции, тем четче с ценами, тем выше заработная плата, тем меньше социальная дифференциация. Одно за другое тянется все равно, что появились такие партии, и в любом случае нужно, видимо, вести какие-то договоренности, расставляются какие-то рэперные точки во взаимоотношениях. Ну, я так осторожно выражусь. Вы знаете, у нас тут как, про политику можно, или это уже за гранью нашей передачи? Нет, если это связано, почему нет? Конечно, связано. Дело в том, что, понимаете, это все не свалилось с неба. Исторически в Европе, и даже в Соединенных Штатах, вот откуда взялся 8-часовой рабочий день, уважаемые коллеги? 1 мая, праздник. Ну, понятно. Да, в Чикаго, в конце 19 века. Люди вышли на демонстрацию. Их там расстреляли, демократические, либеральные, американцы. Так сказать, убили больше десятка человек, потом посадили, потом еще и так далее. Это был первый шаг. Потом были постоянные шаги по борьбе за эти достижения. Посмотрите фильм «Однажды в Америке». Очень хороший, реалистичный фильм. Лидера профсоюза вжигают вани с керосином. Это про реформы Рузвельта, который поддержал государственно, поддержал сильные профсоюзы. Дал им возможность проводить забастовки. Оказалось на пользу производству забастовка, потому что отнимают у хозяина лишние деньги, которые он отправляет в офшор, или себе в карман, или на дворец, и заставляют инвестировать в производство, повышать производительность труда и зарплату. Вы ретроспективу приводите. Я же призываю вас действительно говорить о том, что, скажем так, какие варианты возможны сегодня. Вы говорите про регулирование цен. По какому формату? Вот у нас регулирование цен произошло на масло подсолнечное и сахар, например. Произошло? Произошло. У нас заморозили цены по факту, когда начался необоснованный этот рост цен. Если заранее производитель знает, что в течение года цены будут формироваться таким-то образом. Если при этом существует альтернативный вариант, когда государство берет на себя поддержку, прямой связи производителя и потребителя. Не монополизирует это все государство, не переводит под бюрократический контроль, чтобы взятки давали, а помогает создать тот же потребительский кооператив. Помогает напрямую производителям выйти на прилавок. Если это все делается, это государство делает это под контролем общества. Если в поселке это делается под контролем жителей, в городе под контролем, опять-таки, муниципальных депутатов, а в муниципальные депутаты можно избрать реального жителя, а не того, кого навязала администрация сверху. Все прекрасно знают, как эти выборы проходили, и как трудно было пробиться людям снизу, которые защищали интересы жителей. Как распознать необоснованный рост цен и объективный рост цен? Ведь как не спроси участников рынка, они говорят, слушайте, ну вот там, корма нету? Нету. В Китае какой-то повышенный спрос? Повышенный спрос. Все начали туда оттаскивать. Кто-то говорит, там засуха не урожай, поэтому, ну, все объективно. Плюс инфляция, плюс на горючий смазочный материал, на ГСМ, тоже повысились цены. Мы в данном случае должны создать систему, где в рыночной экономике какая-то часть будет работать по другим правилам. По правилам, когда учитывается вообще необходимый затрат труда, и рыночные колебания гасятся. В данном случае, скажем, если деятельность бизнеса прозрачна, если он не может себе, из себестоимости засунуть в карман кучу денег, то в этом случае, пожалуйста, можно даже давать дотации государству, но не на прибыль. Хорошая конъюнктура – получаешь прибыль. Плохая конъюнктура – уходишь в убыток. Рынок – это ситуация, где одни разоряются, а другие обогащаются. Где, когда хорошо, у тебя прибыль, а когда плохо, ты вылетаешь в трубу. Вот смотрите, когда не было коронавируса, бизнес кричал, не трогайте нас, государство, отстаньте от нас, перестаньте нас кошмарить, да, как только начался коронавирус. Срочно помогайте, выньте деньги из бюджета, как же так? Почему вы нам не помогаете? Почему вы нам денег не даёте? Ну, милый, ты рискуешь. Вирус, да, разоряйся, продавай дачу, продавай особняк, закладывай любовницу-любовника, оставайся на бабах, пускай пулю в лоб. Твои проблемы. Помогать надо... Ну, пулю, ладно, давайте, не надо без призывов, пожалуйста. А здесь есть другая проблема, что если бизнес, например, не будет приходить к государству, и все договорятся, что государство отдельно, бизнес отдельно, так мы увидим просто рост цен не на там 15%, а на 115%. Ну, вот в этом случае государство поддержит потребительский кооператив, который будет продавать ту же продукцию на 20% дешевле, и никто не пойдёт покупать у частного бизнеса, и он разорится. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. 7373948. Так, а тут цена там... А сейчас... А так заморозили, что подорожал, говорят, 316-й. Ну, помятую историю с подчёночным маслом, которое стоило 70 рублей, а сейчас стоит 109 рублей. Ну, друзья, значит, понимаете, в чём дело? Рынок — это такая ситуация, где, на самом деле, цены устанавливаются с соотношением спроса и предложения в абстрактной модели, а реально этими ценами манипулируют крупные корпоративные структуры, монополисты. И можно сделать вид, что этих монополистов нет формально. Как у нас судят? Формально одна фирма контролирует треть рынка? Нет, не контролирует. Значит, монополизма нет. Ну, или там четверть рынка. Реально 10 фирм договариваются друг с другом и контролируют 100% рынка, ну, или 90% рынка. Вот так действует сегодняшний капитализм. Причём, сегодняшний капитализм, какой сегодняшний? Уже 100 лет действует. Почитаете, Ленин и империализм как высшая стадия капитализма. В Российской империи была описана замечательная ситуация. Сейчас мы проходим по тому же самому. Если, я ещё раз говорю, нет альтернатив рыночно-капиталистической системе, хотя бы каких-то, понимаете, то в этом случае хозяева на рынке, корпорации, и они с нами делают то, что хотят, за очень небольшим пределом, когда государство понимает, дальше взорвётся. Ну, в какой-то момент притормаживает. На месяц масло, как сказать, замораживается, потом снова растёт. Федеральная антимонопольная служба, с вашей точки зрения, дееспособна ведомство делать всё возможное? антимонопольная служба в любой рыночно-капиталистической системе — это попытка немножко подстричь сорняки, которые растут вследствие объективных законов. Объективно возникает монополизм, объективно возникают различные формы теневых объединений, корпоративное манипулирование и так далее. Для того, чтобы не было монополизма, надо полностью запретить рекламу, например. Ой, ой. Это как это? А так. Как это запретить рекламу? Рынок — это полная симметрия информации. Вы заходите в интернет и смотрите объективную информацию экспертов о качестве продукции и уровне силы структуры. А где гарантия, что этот эксперт на лапу, извините, не получил, за то, чтобы сказать, какая классная продукция? Вот вы убедились в том, что продукция не классная. И что? И хорошо. Пусть без экспертов. Каждый сам пишет о себе. Где гарантия, что я знаю, что это профессор Бузгалин написал, а не кто-то. Я сейчас говорю, давайте оставим экспертов. Я готов был бы объяснить, как можно контролировать экспертов, но это второй вопрос. Понимаете, просто если экспертов нанимает общественная организация, то эксперт работает на общественную организацию, не на корпорацию. Но это другое. Хорошо, давайте не будем про отмену рекламы, ладно? Я готов. Давайте. Я как раз поэтому и задала вопрос, потому что это невозможно. Нет, это на самом деле возможно. Но это будет другая экономика, потому что абстрактно, в теории, рынок – это симметрия информации, где вы, потребитель, получаете объективную информацию о качестве и стоимости. Но почему тогда для этого нужно отменять рекламу, если тогда всем нужен доступ на рекламный рынок? На рекламный рынок всем доступ невозможен. Возможно просто спокойно объективная информация в одном пакете источников, где вы получаете вот один единственный источник информации, где любая фирма размещает информацию в равных масштабах о том, сколько стоит и какое качество. Слушайте, ну тогда получается, что один человек купил подсолнечное масло такой-то марки, ему не понравилось, а другому понравилось. Ну и каждый покупает какое хочет, а рекламы никакой нет. Рекламы никакой нет. Но как раз, когда вы предлагаете все это въедино... На сайте висит информация, вот масло Трампампум. У масла Трампампум цена 90 рублей, качество вот такие. Можете проверить в любой момент, обратиться к тысяче экспертов, которые вам подтвердят. Масло Тримпумпум, у него цена 92 рубля, качество вроде чуть-чуть повыше. Покупайте любое. Ни рекламы нет, ни вывесок, ни телевидения. Но вывески были всегда, в империи были, в Советском Союзе были. Они, конечно... Нет, вывески всегда были, и реклама всегда была, и рынок всегда был. Только нет, он был не всегда. На самом деле, рынок очень молодая система. Ему, сказать, в мире где 100 лет, где 200 лет, а где 50 лет. В нашей стране ему всего 30 лет по-настоящему, да? Такая молоденькая система была не всегда. И можно жить по другим правилам. Вот это то, что я все время пытаюсь объяснить. Рынок может быть другой, капитализм может быть другой. Просто нам кажется, что ничего другого, чем то... Вот мы живем сейчас, такое ощущение, что ничего другого никогда не было и быть не может. Нет, здесь проблема в другом, как мне кажется. Вы предлагаете, например, запретить рекламу, но само явление или саму проблему это не решит. Безусловно. Это, опять-таки, следствие... Или причина. Нет. Понимаете, причина в том, что есть капитализм и рынок, который на сегодняшнем этапе в 20-21 веке порождает монополизм, монополизм порождает рекламу. Значит, поэтому можно и должно ограничивать рынок, ограничивать капитализм, ограничивать монополизм, ограничивать рекламу, но это увеличение роли государства. Чтобы государство не было бюрократическим и коррумпированным, надо развивать активное гражданское общество, эти общественные организации и левые партии. Для того, чтобы это развивать, надо гражданам просыпаться, включаться в драку. Желательно, драку мирную, хорошую. Без призывов. Пожалуйста, без призывов. Я имел в виду интеллектуальные дебаты. Я знаю, что вы поклонник марксизма и ленинизма, но, пожалуйста, Нет, я не призываю никуда. Нет. 7373-248, слушаем вас. Здравствуйте. Я так понял, ваш главный вывод это тот же, что и был у Ленина, как нам реорганизовать Рабкрин. Рабкрин реорганизовывали сто лет назад в условиях НЭПа и победы Советов, а общественные организации, контролирующие бизнес и государство, это реальность капитализма. Она существует в очень многих странах, и ее можно и нужно развивать у нас. Сейчас, секунду, по-другому. Там все построено на власти, то есть общественная организация нужна, как говорится, власть, а вот у нас почему-то судебная власть всегда, она в сторонке, она подчинена правительству. Судебная власть у нас вообще отдельная ветва власти, вы знаете, вот так я просто вам открою секрет. Так записано в Конституции, записано, что судебная власть у нас ни от кого не зависит. Я бы вот так сказал. В Конституции так написано. Иногда даже бывает, что она действительно независима. Давайте так. Бывают прецеденты. Я не работал с судебной властью, поэтому комментарий нет. Видите, как господин Бузгалин говорит, я от ЕГЭ подальше, от судебной власти подальше. Это дипломатия. Андрей, слушаю вас. Нет, это не дипломатия. Это правда. Алло. Здравствуйте. Я хотел еще про коррупцию сказать. Давайте про цены, пожалуйста. Мы же про коррупцию разговаривали. Говорили. Ладно, давайте. Вот, смотрите. Мне кажется, что очень трудно бороться с коррупцией в то время, когда есть у нас высшая каста неподсудных, неподконтрольных. Как это? У нас есть высшая каста неподсудных, неподконтрольных, а господин Улюкаев сидит в тюрьме, в библиотеке работает. Ну-ка. Как-то странно, не знаю, нелогично. Ну, давайте я коротко прокомментирую. Понимаете, в чем дело? Я сформулирую теоретическую тезу, чтобы меня ни в чем никто не обвинил. Экономико-политическая власть в условиях позднего капитализма принадлежит крупному капиталу и той части государственного парада, которая является ставленником этого крупного капитала. И вот эта часть, на самом деле, оказывается в положении, когда определенный государственный чиновник, который нарушает общие правила игры, может оказаться в тюрьме. Но если государство вдруг захочет работать не в интересах крупного капитала, или преимущественно не в интересах крупного капитала, то таких государственных чиновников поменяют на других государственных чиновников при помощи демократических процедур. Я, по-моему, все очень корректно сформулировано. Есть еще такая теория двойного права, да, но это другая история. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, Александр Владимирович, у меня вопрос может быть наивный, но тем не менее. Вот когда говорят, что у нас такое жуткое социальное расслоение, там доходы сверхбогатых, там сколько-то десятков раз различаются от доходов бедных, но есть же простое решение повысить налоги. Не надо зажимать бизнес, там, вот ограничения, там, придумали на рекламу, просто повысить налоги элементарно, тогда вот обработать что-нибудь, будет сейчас вторую яхту, там, строить себе, там, запредельно, там, нам нужды для детей отдашь, например. Знаете, у нас осталось пол-30 секунд, налог на доходы миллионеров 50%, 45%. Это норма Западной Европы и значительной части Латинской Америки, только в России. 13% было, сейчас 15%. Мы одна из 13 стран мира, где нет прогрессивного подоходного налога. Остальные 100 с лишним имеют прогрессивный подоходный налог. Ну, мы же понимаем, почему у нас ввели тогда плоскую шкалу-то налогов. Ну, давайте к этому когда-нибудь вернемся специально, а то у нас... Сейчас, да, еще 20 секунд у нас остается. Так, что тут еще монополизм в России на денежную политику у Центробанка, а в экономике у энергокомпаний? Все это находится под контролем государства, следовательно, само государство создает рост цен. Нет, государство участвует в процессе, как это все сращено с крупным капиталом. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук. Александр Владимирович, ждем вас снова. Буду очень рад, с вами замечательно, интересно работать, уважаемые радиослушатели. С вами. Субтитры подогнал «Симон»